Прыжки на батуте – вид спорта, отличающийся своей красотой и зрелищностью. Несмотря на кажущуюся легкость, все элементы, которые выполняются в момент прыжка, требуют серьезной физической подготовки и сосредоточенности. По словам тренеров, прийти заниматься может каждый, но для достижения результата нужны определенные физические и личные качества. Обычно у нас приходят с 4-5 лет. И какие у нас критерии еще? Ну, это как физическая подготовка, гибкость, силовые, потом скоростные качества. Ну и самое главное – вестибулярный аппарат, чтобы дети не забитые были, посмелее. Тамара Давыдова признается, что о секции узнала от друга в детском саду. Придя на первое занятие, она поняла, что это ее спорт и осталось заниматься. Несмотря на годы упорных тренировок и множество побед в различных соревнованиях, девушка считает, что нет предела совершенству и всегда можно стать лучше. Я с каждым годом усложняю элементы. То, что я прыгала тогда, было достаточно трудно, но я справилась с этим. Максиму Синицкому всего 10 лет, но он уже добился успехов на спортивной арене. Заниматься мальчик пришел 5 лет назад по наставлению родителей и с тех пор не пропустил ни одной тренировки. В будущем он планирует выучить более сложные элементы, чтобы получить звание мастера спорта. Мне дается легко, когда я элементы уже выучу. А вот когда новые учу, то сложные выполнять. Сейчас Максим вместе с другими ребятами готовится к первенству области, которое пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова